Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! Сегодня с вами в студии я, Ольга Голдобина, в передаче «Якутск. Сегодня». Здравствуйте! Давно мы с вами не виделись, не слышали друг друга. Очень приятно, что мы снова вместе и будем опять продолжать нашу совместную работу до весны. Дорогие друзья, сегодня мы решили поговорить на тему выборов. Как мы к ним готовились, как они прошли, что у нас внутри осталось, что ждет впереди, чего мы вообще хотим в этой жизни. И сегодня у нас в студии есть гости, активные, неравнодушные жители нашего города, наших округов. Я с удовольствием представляю вам Ордахову Мариану Васильевну, неравнодушный житель строительного округа. Аганёрову Гульжанову Дикеримовну, неравнодушный житель Октябрьского округа. Добрый день! Андреевскую Ирину Валерьевну, неравнодушный житель автодорожного округа. Ну и я сама, Голдобина Ольга, неравнодушный житель Сайсарского округа. Конечно, хотелось пригласить активистов, общественников, ярких таких людей со всех округов. Но, к сожалению, студия не позволяет, и поэтому пришлось пригласить тех, с кем в течение всего этого времени, начиная с весны, шел близкий контакт, обсуждения, переживания, разговоры. И, естественно, первый вопрос будет общий, абсолютно общий. И вот как вы, как личности, сами переживали подготовку и проведение вот этих выборов? Что вообще для вас есть выборы в вашей жизни, в жизни каждого? Кто первый из вас может ответить? Хочет ответить? Кто первый? Ну, давайте я начну. Ирина Валерьевна. Добрый вечер. Вы знаете, вообще хороший вопрос, потому что действительно с весны начались не просто разговоры, а разговоры о том, как жить будем дальше. Что оставим в дальнейшем нашим детям, нашим внукам? У меня прилично взрослые внуки, они уже кое-что понимают в жизни. И, конечно, и у меня происходило всё непросто, потому что я должна была, наверное, понять, что для меня вот эти выборы, что сейчас мне важно, важно моей семье, важно мне, важно коллективу, который я возглавляю в автодорожном округе. И хочу сказать, вот настолько я была счастлива, когда в понедельник было оглашение, и вот это не камень упал. Это действительно то, что заслужили. Наверное, хотели выбрать, выбрали тех людей, на которых надежда, правда? Вот, ну, наверное, вот так вот. Я думаю, что выборы — это вот само по себе слово, вот к чему это ведёт. На самом деле, не каждый, живущий в стране, скажем так, не только в городе Якутске, республике, не каждый понимает, зачем вообще это надо, для чего, к чему это нас ведёт, что это нам даст. Многие лёжу на диване рассуждены, да, без меня выберут там, да. Вот это вот недопонимание у многих есть. Конечно, данные выборы, вот я статистику сейчас в интернете посмотрела, у нас 48%, да? 48% населения у нас участвовали в выборах. Я очень рада, спасибо вам огромное, дорогие друзья, что вы пришли. Вы проголосовали, неважно за какую партию, неважно, но вы отдали свой голос. Вы приняли участие, вам не всё равно, что будет дальше. Конечно, и чтобы понимать, к чему это всё, я думаю, что очень правильно и более точно она может ответить Гуржана Абдикеримовна. Всё-таки это человек, который долгие годы работал в управе Губинского округа, и поэтому вот эти вот более, ну скажем так, важные и тонкие моменты она нам сейчас расскажет. А я, друзья мои, в свою очередь напоминаю вам, что у нас есть два номера телефона, 320066 и 321166, по которым вы можете позвонить нашим помощникам, задать вопрос и в результате получить на него ответ. Хорошо? Запомнили номера? Звоните, мы будем ждать. Итак, Гуржана Абдикеримовна, объясните нам вообще, вот зачем это надо? Ну, не все это понимают. Я не говорю о тех, кому исполнилось 18. Даже взрослые люди, которые пережили советские времена, где выборы были праздником, и то они на данный момент недопонимают, зачем это вообще надо. Да, добрый день. Спасибо большое за вопрос. На самом деле для всех у нас состоялось историческое событие, очень важное политическое событие. 8, 9, 10 сентября выборы мы выбирали как главу республики, депутатов народных и депутатов Якутско-Городской думы. По своему опыту за последние 15 лет я была вот на выборах в качестве и члена участковой избирательной комиссии, и в качестве наблюдателя, ну в разные годы, на разных выборах занимала разную роль. В этот раз я была в качестве просто обычного гражданина, который выполнил свой гражданский долг. В своей жизни мы всегда выбираем и делаем выбор, и как мы его делаем, насколько мы его делаем осознанно, включаем здесь и разум, и сердце, зависят от каждого из нас, от каждого из нас, и от уровня, опять же, воспитания, восприятия тех или иных событий. Именно эти выборы для меня лично были очень важны в том ключе, что мы видим, в какое мы живем сложное время. Мы прошли вместе пандемийное время, сейчас есть специальная военная операция, многие наши друзья, братья, мужья находятся именно там, защищая нашу отчизну. И именно сейчас, какая есть именно наша роль каждого гражданина, который проживает на территории республики Саха-Якутия, зависит, каким будет будущее дальше. То есть кого мы выберем, каких людей мы выберем, которые будут наши предложения, инициативы воплощать в жизнь. Строить те законы, которые помогут делать жизнь благополучнее, комфортнее. Поэтому для меня, например, это было очень важное событие, когда мы всей семьей, с друзьями, с соседями просто пришли и сделали свой выбор. Как подсказывает и велит наша душа. Вот очень много людей, я же тоже как бы очень активный житель, да, и мне всё время что-то надо узнать новое, я хочу поучаствовать, я хочу благо своему округу, городу, республике, стране, хочу благо максимально-максимально нашим детям, внукам, всем-всем-всем живущим, ну, чего говорить на этой земле, скажем так, да. И постоянно звучал один и тот же вопрос, я говорю, выборы в Гордум. Вот даже дома сидим, чай пьём, да, готовимся к выборам. И первое же, а зачем нам это в Гордум? Вот вы расскажите нам более, скажем так, ну, доходчиво, что ли. Я это всё понимаю, я дома всё объяснила, у меня вся семья голосовала. Но, тем не менее, как бы вот нашим зрителям на более таком, ну, скажем так, грамотном языке, что ли, я-то по-простому это сделаю. Более грамотно, красиво. Да, если мы разделяем разные ветви власти, да, есть уровни как республиканские, органы государственной власти, есть у нас на закладательном уровне уровень имени Латумена, нашего парламента, республики Саха-Якут, есть, якутская городская дума, это уже муниципальный уровень. И у каждого уровня есть свои полномочия, свои зоны ответственности. Поэтому, живя, являясь гражданином, горожанином, вернее, жителем города Якутска, естественно, территориально ты выбираешь и планируешь те направления деятельности, которые важны для развития нашего города Якутска, для столицы нашей республики, нашей необъятной республики. Якутска городская дума и окружная администрация города Якутска, это два разных совершенно органа, которые, ну, ветви, скажем, власти, где городская дума представляет интересы каждого горожанина, да, то есть это наши воли и зельяния, которые мы через своих избранных депутатов уже, мы, они являются нашими представителями наших интересов на уровне муниципального, именно на городской власти. А вот, предположим, так, во дворе яма, да, ездить невозможно, ходить неудобно, там, как дождь, там, лужа, как снег, там, значит, неприятности, можно бы сказать, упасть и так далее. Предположим, жители обращаются там в управляющую компанию, управляющая компания там тянет с этим, с решением этого вопроса, там какие-то проблемы возникают, либо отнекиваются, либо ставят там в какую-то очередь и так далее, да. Житель, куда должен, вот он же может обратиться к депутату? Смотрите, здесь нужно разделять, если, например, мы просто рассматриваем жилой двор, то чья зона ответственности, земля в чьей собственности? Если в собственности именно жильцов, ну, собственников квартир, тогда это, естественно, находится на содержании управляющей компании. Если нет, если это муниципальная территория, то это уже административный округ. К депутатам можно обратиться лишь, знаете, вот с каким пожеланием, чтобы вносили как можно больше законопроектов, которые будут позволять бюджету города Якутска именно расширять свои возможности в плане финансирования для программ благоустройства дворовых территорий. Мы же знаем, что есть программа «Тысяча дворов», есть программа именно к формированию комфортной городской среды, да, то есть это всё идёт от федеральных программ к нам вот до уровня муниципального. Но чем больше будет муниципальных программ, тем быстрее будет благоустройство всего города. Поэтому в этой части именно как нормотворческой нам нужно, конечно, депутатам обращаться, но не починить там яму и так далее. Это уже ответственность муниципалитета города Якутска. Дорогие друзья, то есть в принципе мы должны понимать, для чего нам надо участвовать в выборах. Мы хотим, чтобы у нас Гордума работала плодотворно. Мы хотим, чтобы у нас в городе что-то менялось. Мы должны начинать с себя, да? Я пришла, неважно за кого. Если я считаю, что именно этот человек или эта партия заслуживает моего внимания, я пришла и проголосовала. Правильно? И если мы это делаем, то человек, который у нас с вами все-таки проходит в Гордуму, он же понимает зону своей ответственности, как уже сказала Гуржан Абдикеримовна. Это же очень важные моменты. Я думаю, что он стоит запомнить. Марьяна Васильевна, скажите, пожалуйста, а в строительном округе вы же тоже там очень активную позицию жизненную занимаете. Что у вас, как это вообще происходило и радовало вас что-то, что-то огорчало, может быть? Ну, вообще, перед выборами, да, мы, наверное, все с вами, как говорится, заметили, особенно по самому нашему раскрученному менеджеру WhatsApp, что шло огромное обсуждение, да, со стороны. Все обсуждали не только кандидатов, но и то, что происходит вообще в городе, в республике. И, наверное, все заметили, что те люди, которые действительно доказали своими делами, многолетними делами, а не разовыми, да, как иногда бывает перед выборами. Это тоже не секрет, да. Некоторые вот вновь только начинающие депутаты, ну, кандидаты в депутаты обычно активизируются перед выборами, мы это тоже знаем, но людей уже сейчас не проведешь. Люди стали опытные. Они смотрят на конкретные дела людей, которые это делают много лет, и причем это делают действительно качественно и делают во благо людей. И поэтому вот когда были выборы нашего главы, наверное, все заметили, да, что достаточно активно наш город Якутск и Улусы проголосовали за главу нашей республики. И я считаю, что это моя точка зрения, он действительно доказал своими делами, что человек живет ради всех людей, которые проживают в нашей республике. Это вот первое то, что было заметно. Дальше, если мы обратимся к нашему городу Якутску, то депутаты, которые проживают в нашем строительном округе и работают, среди них вот Иван Иванович Данилов, да, он действительно много лет делает большие дела, он не рекламирует себя никогда, да, он очень человек скромный, и мы это тоже знаем, действительно, и на законодательном уровне, и на уровне даже самого округа. он всегда поддерживает те добрые начинания, которые помогают жизнь делать лучше. Тем более наш округ достаточно проблемный, и, как говорится, многие у нас и главы очень часто меняются, да, и проблемы каждым годом все больше и больше, но жизнь людей улучшается в лучшую сторону. Ну и также хотелось бы, чтобы вот те, за кого мы в этом году проголосовали, действительно работали дальше, и наша общественность, в первую очередь мы с вами поддерживали эти начинания, тогда действительно будет толк. Но это зависит не от одного кандидата и не от одного главы, это зависит от всех нас. Это такая большая командная работа на самом деле, да? Ну, мне, например, в понедельник, когда я утром проснулась, я была просто счастлива, когда я узнала, какой большой процент доверия получил наш Айсен Сергеевич. Это вот настолько у нас достойный руководитель республики, да? Гордость. Вот, это настолько потрясающе. У нас звоночек. Девочки, готовимся сейчас, будем отвечать. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте, хорошие мои. У меня такой вопрос. Чем депутат действительно может помочь, если у человека есть желание изменить одну из статей жилищного кодекса? С чем именно можно прийти? Так. Мы не слышим вопроса. Ага, значит, вопрос у нас звучит такой. Вы можете надеть наушники сейчас, милые наши дамы. Я услышала. Чтобы более точно услышать вопрос. Будьте добры, более точно повторите, вас плохо слышно. Значит, вопрос был такой. Поздно, снимаем, да? Вопрос был такой. Чем может помочь депутат Гордумы, если жители считают, что в жилищное законодательство надо внести поправки? Причем, а жилищное законодательство у нас, я так понимаю, Российской Федерации, от которого мы отталкиваемся, да? Федеральная. Какие шаги, ну, предположим, вот у депутата Городской Думы есть своя приемная, общественная приемная. Вот к нему пришел человек и говорит, у меня вот такая-то, такая-то проблема, такой-то, такой-то же личный вопрос. Какие дальнейшие его действия, чтобы впредь этот вопрос не возникал, чтобы его как-то максимально эффективно решить? Понятный вопрос, спасибо. Да, я больше ногу жалую. Да, действительно, инициатива, когда есть вот жители, они обращаются к своему депутату вновь избранному. У каждого депутата будет общественная приемная, где свои инициативы, предложения будут носиться. Далее депутаты уже рассматривают, в каждой Новгородской Думе будет несколько комитетов самых различных. В том числе будет одно из направлений комитета, это именно по жилищно-коммунальному, ну, хозяйству вопросам. И уже там будут рассматривать, где соответствие, может быть, есть вот федеральный закон, даже жилищный кодекс, и здесь его не исполняют должным образом. Такое-то уже имеет место быть, и тогда они уже будут брать на контроль и вопросы регулироваться. Если же, например, какое-то нововведение, то это уже будет инициатива данного депутата, благодаря этим жителям, будет вноситься на сессию в Куце-Городской Думе, ну, и рассматриваться. И далее уже вносится на рассмотрение Илтумен. То есть все инициативы, да. Но, опять же, любой вопрос, он должен кардинально изучаться разными ведомственными комиссиями, в том числе и окружной администрацией, компетентные органы должны этот вопрос рассматривать на своем уровне, тоже вносить свои предложения, поправки и так далее. Если вопрос, он имеет место быть, и необходимы публичные слушания, то и такая тоже сфера деятельности будет проводиться. Хорошо. У нас есть депутаты Гордумы, у нас есть депутаты Илтумен. Илтумен работает отдельно. Предположим, мы работаем на земле. Вот все, мы обычные люди. И у нашего депутата, которого мы выбрали в Гордуму, нет приемной. Как его найти, этого депутата? И как его вот поставить перед ним, скажем, но я считаю, что каждый избиратель имеет на это право, да? Поставить определенную задачу. Если нет возможности найти общественный прием, точнее, не зная, да, гражданин, есть сайт Якутско-Городской думы, где вся информация публикуется, либо уже по месту жительства в административный округ, где тоже может быть информация... То есть это все-таки управа, да? И управа, и Якутско-Городская дума имеет свой сайт, информация о всех депутатов, контактные номера, почта электрона. То есть вся информация там доводится. Уважаемые жители города Якутска, уважаемые жители нашей потрясающей, замечательной республики Саха-Якутия. Если у вас возник какой-то вопрос, вот мы уже год ведем передачу еще по работе управ, да, наших местных муниципалитетов, да, можно так сказать грамотно, или это неправильное слово? Ну, вот. Вы можете обратиться в управу со своим вопросом, и попросить, можете обратиться письменно и попросить письменный ответ. И через управу уже, естественно, выйти дальше на какой-то уровень, чтобы решить данный вопрос, скажем так. Но поймите правильно, что вот вы пришли, вопрос задали, и вам через месяц пришел ответ, вот и все, и вопрос решен. Ни Гордума, ни Утумен так быстро не работают. Работа ведется очень планомерно, скурпулезно. Это законодательство, его надо читать, изучать. Если мы хотим внести поправки, то есть это многоступенчатый процесс, который ведет к определенному созданию или доработке определенных законодательных актов. Поймите правильно, за пять минут это не делается. Поэтому если вы обратились к себе в управу, и вам говорят, а мы можем вопрос решить это здесь на местном уровне, конечно, вы его решите быстрее. Если это требуется поправка в законодательные акты, извините, это долго. Поэтому будьте терпеливы, будьте бдительны, и ожидаем всего, чего мы хотим, но не за пять минут, а за более долгий, скажем так, срок времени, временной такой срок. Но мне очень понравилось, что человек вышел именно по жилищному моменту, задал вопрос, потому что это самая горячая тема на самом деле. Это самое важное, самое необходимое, самое насущное на данный момент у каждого. Я не думаю, что в первую очередь люди подумают о дороге или о чем-то еще. Прежде всего, все-таки жилье, крыша над головой. Дорогие друзья, мы сейчас уйдем на небольшую рекламку. Вы, пожалуйста, не отключайтесь, ждите следующих наших рассуждений, небольших обсуждений. И я надеюсь, что вы сделаете красивые выводы, и мы с вами вместе до конца доработаем эту передачу. И вновь передача «Якутск. Сегодня». С вами я, ведущая Ольга Голдобина, и мои потрясающие друзья, мои потрясающие знакомые активисты нашего города, наших округов. Это Ирина Валерьевна Андреевская, Гуржана Абекеримовна Аганёрова, Ардахова Марьяна Васильевна. И снова передаю слово нашим потрясающим гостям Ирина Валерьевна. Дорогие мои, вы знаете, Ольга Владиславовна, вот сейчас был небольшой перерыв, и я вспомнила, какое время. Советское время, когда впервые, а исполнилось мне 18 лет, и, вы знаете, родители меня готовили к тому, что скоро ты пойдёшь на выборы вместе с нами. Я до сих пор помню этот праздник. Жили мы тогда в Гагаринском округе, был клуб имени Гагарина. И это был праздник, праздник души. Я видела всех взрослых, которые приходили с чувством гордости, с радостью, с такими открытыми сердцами. И это действительно ждали. Выборы в советское время ждали. Они знали, что произойдёт. И я, как совершеннолетний человек, я голосовала. Я помню этот цветок. Первый цветок, блокнот и ручку. Это было здорово. И вот сейчас я это всё сохранила. Сохранила, потому что много же ещё предстоит. Правда предстоит? И будем ходить и голосовать. Самое главное, мне кажется, сейчас подготовить моих внуков к тому, что их ожидает. Это должно быть. Это каждый должен обязательно прийти и проголосовать. Я думаю, да. Вот эти все воспоминания с детства. Нас родители предупреждали. Завтра мы идём на выборы. Утром нас дома не будет. У меня родители в 6 утра голосовали. А мы не спали, потому что мы знали, что нам принесут гостинцы. Торт. Да, и что вечером будет праздник. Будет баян, будут песни, танцы, гости, соседи. То есть мы всеми семьями мы собирались, соседями, праздновали. Праздновали, радовались. Это было потрясающе. Вот эти первые подарки, господи, круглая баночка, это с леденцами. Сколько было счастья. Да, действительно, все готовились к этим выборам, как к празднику. Все семьёй, нарядно одетые, приходили, даже брали с собой детей. И все после этого, мы даже помним, вот эти шарики наши советские, которым было всё украшено. И для каждого из нас это был праздник. Тем более вот эти первые памятные блокноты с ручками, особенно когда ты голосуешь первый раз. И идёшь такая гордая, потому что ты причастна к этому, к стране великой. Это так приятно. И действительно была какая-то гордость, что я действительно участвую. Потому что с детства, мы были задействованы с детства, нас всегда этому учили. Нас учила этому школа, нас учила этому семья. Правильно? Мы росли в том обществе, где это было важно. Сейчас, конечно, вот 18 лет, у меня вот дочке исполнилось 18 лет, она первый раз голосовала в этом году. Она тоже получила подарок. Комиссия аплодировала. Наблюдатели аплодировали. У меня ребёнок растерялся, я не стала говорить, ну как бы, что будет подарок. Просто это твоя святая обязанность, гражданский долг. Его надо выполнить. Ты должна. Она... А за кого голосовать? Определяйся сама, за кого голосовать. Мы же с тобой разговариваем дома всегда. Мы рассказываем, кто сделал вот это, вот это. Откуда вообще вокруг нас что-то берётся, да? Вот. И какие усилия для этого прилагает там государство, республика, там город и так далее. Вот. Она проголосовала, вот. Я бы пыталась, думаю, дай подскажу. Нет. Жёстко. Я уже приняла решение, надо меня трогать. И это было очень приятно. И хлопали наблюдатели, и комиссия, когда ей вручали этот подарок. Ребёнок был в шоке. Ну а что ребёнок? У 18 лет, да, уже взрослая личность, уже гражданин общества вот по полной программе. Это было мощно, это было сильно, потрясающе. И эти, вот для меня эти выборы были, конечно, вот на самом деле праздником. Большим праздником. Ну вот эти моменты все в жизни всё равно запоминаются, всё равно вся наша жизнь застоит из этих моментов. И этих моментов должно быть чаще, ну как можно чаще, потому что если мы своих детей будем в таком духе воспитывать, наша страна точно не пропадёт. Я надеюсь, что всё-таки через 5 лет у нас ещё больше людей придёт на выборы. Ещё больше. И не важно, за кого они придут голосовать, они просто придут проявить свою волю, своё желание и видение того, что должно быть вокруг нас. Это же важно на самом деле. Дорогие друзья, напоминаю, что у нас в студии есть два номера телефона, по которым вы можете нам позвонить. 32-00-66 и 32-11-66. Звоните, мы будем рады ответить вам на ваши вопросы. Гуржина Абдикеримовна, ну вы вот у нас как человек такой, ну скажем так, масштабный, много лет работающий вот в таком направлении общественных нагрузок, как управленец с большой буквы. Что вы нам можете сказать? Как вот вы лично пережили вот этот момент, когда вы... Ну, в победе Асиан Сергеевича, я думаю, вообще никто не сомневался? Никто. Вообще? То есть с кем не поговорив все, я за Асиан Сергеевича. Конечно, сомнений не было ни у кого, потому что как никогда наше общество консолидировалось, что мы все вместе выбрали нашего лидера Асиан Сергеевича Николаева на новый пост, вернее, на продолжение, чтобы был главой республики, потому что мы понимаем, что только с таким лидером наша республика будет процветать и расцветать. Но что вот хотелось бы отметить, немаловажно, какая была команда. Команда, взять вот Единую Россию, которую возглавляет Асиан Сергеевич, команда депутатов. По всем наслегам, улусам, городским округам были очень сильные кандидаты. Причем такие кандидаты, которые живут в городе Якутске или живут в своих улусах, и многое уже сделали. И есть видение, как дальше развивать тот или иной, скажем, район, и поэтому доверия людей, оно было еще больше. И это очень важно. И я вот хотела бы рекомендовать вновь избранным депутатам, чтобы не ограничивались только тем, что он имеет такой вот мандат, депутатство, а чтобы наоборот, если он в лусе или в городском округе, чтобы вместе все депутаты, разные, там, там, илтумэн, гордума, там, разные партии, чтобы они вместе были, как, вот, не знаете, как общественный нагруз, как совет депутатов в одном, например, округе, в том же, да, чтобы они вместе консолидированно принимали те или иные решения, к которым обращаются жители, потому что это очень важно, это очень важно продолжать эту работу именно как одной единой большой команды. Я, честно говоря, не знаю, как служится, как вообще будет, не у каждого депутата есть такая возможность иметь там свою приемную, но я думаю, что в каждом округе надо сделать общественную приемную, в которых вот были бы депутаты, и человек вот просто вот мимо шел, ага, я вспомнил, оказывается, вот часы как раз приема, почему бы мне не зайти, и не задать вопрос или не поделиться своим желанием, да, идеей какой-то для улучшения жизни вот именно в этом округе, в нашем городе, в республике и так далее. Вот, это очень важные моменты. Интересно, вот, а насколько это реализуемо иметь общественную приемную? Это реализуемо, и это делают все депутаты. Это делают. Это есть. Это есть. Ага, значит, наши жители могут прийти опять же в управу. У нас вот все сводится к управам, да, как своевременно созданное. Потому что управы, это органы местного управления, самые близкие к народу, понимаете, поэтому любые вопросы, даже если не в компетенции административного округа, они могут направить в правильном направлении жители, где они могут обратиться, получить ответ на свой вопрос. Это очень важно. поэтому и сохраняется у нас и 15 административных округов, 8 в городе, 7 пригородных, потому что это первый ветвь власти, который близка к людям. Дорогие друзья, не стесняйтесь, сходите в управу, обращайтесь туда чаще, тогда наши с вами и депутаты, и управленцы, люди, которые непосредственно работают в городе для нашего же благополучия, будут знать больше проблем, будут знать больше наших желаний. Обращайтесь, не бойтесь, и тогда наш город будет становиться лучше. И мы с вами будем жить счастливее. Понимаете? Это важно. Мне особенно, например, как вот горожанину понравилось, что именно вот выборы совпали с днями города. И как-то ощущение праздника было еще больше. Но я-то переживаю не то, что я не испытаю этот праздник. Нет, конечно, мне много лет, и я переживаю за детей, чтобы наши дети как можно чаще видели праздники. Да, у нас тяжелая ситуация в стране, да, у нас там вот такие-то, такие-то, ну, болезненные вещи проходят, мы взрослые, мы в этом живем. Но наши дети-то не должны страдать из-за этого, да? Вот несколько дней подряд я слышу от взрослых людей упрек. Зачем этот нужен был салют? Да вы что? Дети должны помнить, что день города, день рождения любимого города, мы в нем живем. Без салюта этот праздник быть просто не может. Он должен быть. Это праздник наших детей прежде всего. Почему взрослые берут на себя, набрасывают плащи, что ура, у меня праздник? Нет, конечно, этот праздник делается для подрастающего поколения, чтобы наше подрастающее поколение больше любило свой город. И когда 18 лет, уговаривать не надо, иди на выборы. А он встал, проснулся, сегодня выборы. Я должен быть там. У меня есть своя гражданская позиция. И опять же, вот меня как мать, радует, что у нас в школах начались вот эти изменения. Вот вы как мамы почувствовали это? Да, конечно. Патриотическое воспитание, оно прежде всего начинается с семьи, и продолжение это в школе. И когда сейчас этому уделяется особенное внимание, это только не может не радовать. Ну и тем более, чтобы поменять мировоззрение людей, всё равно это надо начинать с детства. Потому что, если мы не будем развивать своих детей в нужном направлении, то мы через несколько лет получим совсем другое общество. И поэтому это надо делать действительно вот и в садах, и в школах, ну и в первую очередь, конечно, в семье. А это зависит от нас с вами, тех, которые вот сейчас мы взрослые, те, на которых у нас есть ответственность. Потому что ответственность и всё мы, родители. Ну и в первую очередь, конечно, мамы, папы, бабушки, дедушки. И поэтому вот эти вот программы, которые сейчас приняты, вот разговоры о важном, скажем, патриотическое, оно же всё действительно не просто так. И мне кажется, многое возвращается обратно на круги своя. Вот то, что было в советское время, какие-то, пусть не всё, но кое-что вернулось. А снова что-то берётся, да? Да, основа всё равно осталась. Это же хорошо. Ирина Валерьевна, вот вы говорили, у вас внуки, уже относительно взрослые внуки. Как вы это видите? Вот как ваши внуки это пережили? Вот. Чего бы вы хотели, чтобы было у ваших внуков, чего нет сейчас? Есть такое что-то? А давайте я раскрою секрет, где я работаю. А давайте. А давайте я раскрою секрет. Я вот не хотела сегодня. Я думала, мы просто как общественники пообщаемся. Ну давайте, раз возникла такая же. Я горжусь этим. Я горжусь, потому что я представляю огромную плеяду дошкольных работников нашей столицы. Я хочу сказать, вот изменения коснулись же не только школы, да, школьного образования, и нас коснулись. И действительно, про патриотическое воспитание мы тоже сейчас говорим с ребятами. Вернулись мы в Советское, потому что у нас это было. А для детей это новое. Им интересно? Конечно, интересно. Конечно. Просто несколько слов. В Якутске с прошлого года проходит детский парад победы. Да. Ольга Владиславовна, вы представляете, вы слышите, что это такое? Да. Это сколько детей готовится, полгода готовится к этому параду, родители готовят форму. Но не это ли показатель того, что дети знают, куда они идут, что за мероприятие будет? Друзья мои, я вот вынуждена прервать эту яркую речь. Извините, у нас звоночек. Девочки, надеваем наушнички, потому что я могу что-то упустить, неправильно передать вопрос. Здравствуйте, мы слушаем вас. Алло, добрый день. Да. Добрый день. Да, здравствуйте. Я, конечно, ходила на выборы, и результат тоже рада, что выбрали имена Истины Сергеевича. Но это, у меня общий такой вопрос. Вот по республике, да, из числа, кто должен был голосовать, голосовали, сказали, только 48, а остальные где. какие-то анализы, ну, социальные положения, лекарства, будут проводиться или нет. Ну, надо же как-то народ убедить, что надо ходить на выборы, что надо свое мнение высказывать, а не обсиживаться или как-то. Спасибо за пожелание. Я думаю, это не вопрос, это пожелание. Вы абсолютно правы, мы об этом вот сейчас и говорим, поэтому эта передача и создана для того, чтобы вот выборы только прошли, и мы начали анализировать и говорить о том, что происходило. Конечно, по сравнению с 2018 годом, 48% это хорошо, да? Да, в 2018 году было меньше, по-моему. Я вот эту статистику не очень помню, но я знаю, что было меньше. 48, то есть уже волна патриотизма, волна любви, она вот началась, понимаете? И следующий, вот если мы с вами все вместе эти пять лет отработаем как люди, как граждане достойно, то через пять лет будет не 48, а 68%. А еще через пять лет будет 90. Понимаете? А 10%, ну, есть люди, которые там приболели, улетели, давайте вот эти 10%, это будут просто какие-то непредвиденные ситуации, в которых просто человек ну не смог при всем своем огромном желании поучаствовать в выборах. Но тем не менее, давайте думать, мыслить позитивом на следующие несколько пятилеток. Как в советское время, пятилетку досрочно, давайте мы ее продумаем досрочно, выстроим внутри себя, расскажем о нашем друзьям и знакомом, убедим наших соседей, если надо убедить, а если не надо, мы просто их поддержим. Почему нет? И через пять лет мы с вами получим уже совсем другой результат. И будем гордиться, каждый из нас смотрит, а я молодец, я за эти пять лет сделал вот это, вот это, я молодец, и я знаю, что мои дети, мои внуки, или дети и внуки, моих друзей, соседей, мои родные, просто, да просто люди, которые вокруг нас есть, живут лучше. Почему нет? Вот ради этого и создана эта передача. Если эта передача вам понравилась, и дело в том, что скоро она у нас с вами заканчивается, если она вам понравилась, вам стало интересно, вы позвоните в студию, скажите, давайте продолжим, и наши помощники нам это все передадут, давайте продолжать говорить об этом. Почему нет? Давайте продолжать друг друга не убеждать, а поддерживать в правильном направлении понимание жизни вокруг нас с вами. Это святое, это много лет упущенное, но сейчас-то мы с вами поняли, что мы были неправы. Мы же поняли, что мы недоработали, каждый из нас где-то внутри, как гражданин и человек недоработал. Давайте идти к тому, чтобы это было здорово, сделано красиво. У нас осталась одна минутка. Девочки, очень быстренько пожелания нашим замечательным телезрителям и радиослушателям благополучия всем, крепкого здоровья и самое главное всегда быть на позитиве. Да, всем желаю крепкого здоровья и не оставаться в стороне, быть, так скажем, неравнодушными людьми друг к другу и к нашему будущему. Ну, а я бы пожелала всем дальше воспитывать в нас самих и в наших детях ответственность за жизнь нашу собственную. Друзья мои, смотрите и слушайте передачу «Якутск. Сегодня». Наблюдайте за ними, за нами. Будьте счастливы, здоровы, благополучны. Храни нас всех, Господь. Всего доброго. Мы любим вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин